Казахстан Возможно, имя Владимира Гуляева молодому поколению ни о чем не говорит, но у их родителей наверняка вызовет добрую улыбку. Ведь именно персонажам, сыгранным этим замечательным актером, принадлежат крылатые фразы «Семен Семенович», «Привет вам от Михаила Ивановича», «А что у вас с головой», «Вот портфейн розовый, самая дамская» и другие. И это при том, что роли Владимира Гуляева доставались в основном эпизодически или второго плана, но в них он блистал порой ярче главных героев. Отдельно стоит упомянуть тот факт, что Владимир Гуляев – фронтовик, летчик-штурмовик, совершивший 60 боевых вылетов во время Великой Отечественной войны. Впрочем, он всегда деготел к авиации, поэтому неудивительно, что с началом войны он пошел трудиться в авиамастерскую с лесарем, а в 1942 году поступил в Молотовскую военную авиашколу пилотов. Отучившись полтора года и получив звание младшего лейтенанта военно-воздушных сил, Гуляев отправился прямиком на фронт. Несколько ранений, контузии, заболевания, малярии – все это в последующие годы давало о себе знать. Но, несмотря на испытания, Гуляев не утратил веселого нрава, хотя в его глазах зритель всегда улавливал нотку грусти, даже если она не была присуща сыгранному им персонажу. Через несколько лет после войны Гуляев поступил во ВГИК, который окончил в 1951 году. Там у него завязались отношения с однокурсницей Риммой и Шороховой. Они вместе снимутся в знаменитом фильме «Весна на Заречной улице» и на момент съемок уже будут состоять в браке. Брак Гуляевой и Шороховой был очень тихим. В 50-х годах даже среди знаменитостей не принято было выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Как тихо жили актеры, так же тихо в середине 50-х и развелись. О причинах разрыва история умалчивает, но даже после расставания бывшие супруги хорошо общались и вместе снимались в кино. О второй жене Гуляева, Римме Простомолотовой, известно только то, что она родила артисту двоих детей – дочь Екатерину и сына Леонида. Вместе они прожили около 15 лет, но несмотря на наличие детей, без развода и здесь не обошлось. С третьей супругой Люсии Ефимовой артист прожил до конца своих дней. Война не прошла для него без следа, и без того подорванное здоровье сильно ухудшилось в 90-х годах, когда ему перестали предлагать работу в кино. Но актер не опускал руки. Он с удовольствием гастролировал по стране, заезжая даже в самые забытые богом глубинки. И всегда его вечера проходили на ура. Ведь Владимир Гуляев был талантлив не только как актер, он великолепно пел и был замечательным рассказчиком. Сижу в земле тверд и прям, просветую эспадроном, как будто босы не был пьян. Рассказы о службе в армии артист щедро разбавлял шутками и анекдотами, которых в его арсенале всегда было в избытке. Также он очень любил рассказывать о своей актерской жизни и друзьях из мира кино. А еще он отличился как писатель. В 1985 году его захватывающую документальную повесть «Воздух и лы» расхватали с полок магазинов, как горячие пирожки. Можно сказать, что Владимир Гуляев оставил очень глубокий след и в киноискусстве, и на литературно-театральном поприще. В памяти зрителя он навсегда останется Юркой из картины «Весна на заречной улице» и милиционером Володей из «Бриллиантовой руки». Владимир Леонидович Гуляев ушел из жизни в 1997 году. Через три дня после своего 73-летия его тело было кремировано, а урна с прахом захоронена на Кунцевском кладбище. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.